Ну, если занимать даже не позицию интернациональную, а сугубо государственную позицию, то у России на Ближнем Востоке фактически осталась одна страна, которая имеет интерес у нас и которой мы заинтересованы на Ближнем Востоке. Мы потеряли всех союзников. Вот это Сирия. Сдать сегодня Асада, это значит вообще, сказать, уйти из региона. Я думаю, тот сигнал, что создается среднезаморская эскадра, которую в свое время разгромили в лельцинские времена. Это сигнал Асаду, держись, дорогой, летом мы создадим штаб и появится. А где базироваться будет эта эскадра? Для этого необходим сирийские порты. Так было, так есть. Поэтому тяжелая ситуация в Сирии. Но уступать нельзя, потому что на смену режиму Асада придут радикальные исламисты. Мы с вами страна, где радикализм исламский тоже дает о себе знать. И мы уже нахлебались. Поэтому, в принципе, лучше остановить силы, которые могут освободиться после свержения Асада, на дальних подступах к России, чем, сказать, потакать интересам США. А США привыкли ловить рыбку в мутной воде. Тем более революция, в частности, этот газ сланцевый, который они добывают, у них снижается энергозависимость от арабского мира. Во всяком случае, они надеются на это. Мы не должны следовать их интересам. Нам надо отстаивать свои.